Приветствую всех посетителей сайта Dota2.ru, с вами еженедельные новости. В сегодняшнем выпуске главные события начала марта. Итоги квалификации за Киев Мейджор, продолжение скандала вокруг Eternal Envy и Team Secret, интервью с игроками, а также многое другое. Совсем недавно завершились квалификации на Киевский Мейджор. Это был целый праздник Доты для всех её фанатов, и длился он более трёх дней без перерыва. Конечно же, всё наше внимание было приковано к СНГ квалификациям. Довольно неплохую игру показали Team Spirit, Team Empire и Natus Vincere. Однако обошлось без сюрпризов, и чемпионами квалификации стали Virtus.pro. Из европейской квалификации на турнир пробились Team Secret, из Китая Invictus Gaming и их коллеги из IG Vitality. Юго-восточную Азию представят Team Faceless и TNC, а Америку Team Onyx и SJ Spots. Таким образом, список участников турнира выглядит следующим образом. Желаем удачи Virtus.pro на Киевском Мейджоре. Спустя полгода после драмы вокруг Team Secret, капитан команды Пупей дал комментарий произошедшему. Он поблагодарил всех нынешних и бывших игроков коллектива, извинился за то, что, возможно, Team Secret не оправдали некоторые ожидания, и заявил, что все обязательства выполнены. Почти сразу же на это высказывание отреагировал Eternal Envy. В Твиттере он сообщил, что Team Secret должны ему в сумме около 250 тысяч долларов. Пока что на этих сообщениях конфликт вновь иссяк. Будем держать вас в курсе событий. Fantastic Five объявили о прекращении своей деятельности. Менеджер организации поблагодарил всех фанатов и сообщил, что новый состав может появиться перед TI7, если на это будет время. Греки из Адфином прекратили свое сотрудничество с организацией и в ближайшее время сменят тег. Как они будут называться, пока не ясно. К другим новостям. PPD в Твиттере признался, что его огорчает то, что молодые игроки все чаще принимают Adderall. Все это говорит о том, что, возможно, проверки на допинг скоро появятся и в киберспорте. На этой неделе ряд профессиональных игроков пообщались с журналистами различных изданий. Игроки команды Na'Vi поделились своими мыслями по поводу киевского мейджора и СНГ доты. Пайкат отметил, что в регионе немного изменился пул героев, но команды все так же часто дерутся. Дэнди прокомментировал количество слотов на турнире. Сказать честно, для меня не ясно, где именно сейчас находится СНГ регион на мировой арене. Но у нас много хороших игроков. Конечно, хотелось бы видеть хотя бы две команды из региона на The Kiev Major, но, видимо, СНГ предстоит еще многое доказать. Спартан из Эксадфинэм отметил, что в прошлой поездке в Киев ему очень понравилась еда. Он любит вкусную пищу и надеется, что найдет место, где сможет вкусно поесть. Также он отметил, что хотел бы, чтобы один из следующих мейджоров был на одном из греческих островов. Чуань в интервью китайскому корреспонденту прокомментировал свои изменения веса. Похудеть он пытался давно, и друзья насмехались над его попытками. Однако он не сдался, и сбросить вес ему помогли изнурительные тренировки и жиросжигающие препараты. Прямо сейчас Чуань готовится к свадьбе. Также Evil Geniuses в неформальной обстановке ответили на огромное количество вопросов пользователей Reddit. Рекомендуем к прочтению. Полные версии всех интервью ищите по ссылке в описании. Что ж, киевский мейджор все ближе. Ожидание этого турнира поможет скоротать Dota Asia Championship, который стартует 28 марта. Это были новости Dota 2.ru. Хотите больше подробнее и с картинками, заходите на наш сайт. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех киберспортивных событий.